Книга Неемии. Глава седьмая. Когда стена была достроена, и я навесил створ и ворот, назначены были привратники, певцы и левиты. Над Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и начальника крепости Хананью, одного из самых надежных мужей, благоговеющих пред Богом. Я сказал им, пусть не открывают ворот Иерусалима, пока не наступит полдень. Пусть стража, заступив на пост, закрывает их на засовы. Назначьте жителям Иерусалима, где стоять на страже, кому на сторожевом посту, а кому рядом с домом. Город был велик и пространен, но жителей в нем было мало, и дома еще не были построены. И Бог мой положил мне на сердце собрать знать, начальников и простой народ, чтобы составить родословие. Я нашел родословную запись первых переселенцев, где было сказано. Вот те, кто переселился в Иудею из некогда угнанных в Вавилон царем вавилонским Навуходоносором. Они возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город. Во главе их выступили Зарававель, Иисус, Неемия, Азарья, Раамья, Нахамани, Мордахей, Билшан, Месперет, Бигвай, Нехум и Баана. Вот сколько насчитывалось израильтян, отправившихся вместе с ними. 2172 из рода Пороша. 372 из рода Шефатьи. 652 из рода Араха. 2818 из рода Пахат-Муава, то есть из рода Иисуса и Йоава. 1254 из рода Элама. 845 из рода Зату. 760 из рода Заккая. 648 из рода Виннуя. 628 из рода Вивая. 2322 из рода Азгада. 667 из рода Аданикама. 2067 из рода Вигвая. 655 из рода Адина. 98 из рода Атера, то есть языки. 328 из рода Хашума. 324 из рода Вицая. 112 из рода Харифа. 95 из рода Гивона. 188 человек из Вифлеема и Нитофы. 128 человек из Анатота. 42 человека из Бет-Азмавета. 743 человека из Кирьят-Яарима, Кефиры и Беерота. 621 человек из Ромы и Гивы. 122 человека из Мехмаса. 123 человека из Бет-Эля и Ая. 52 человека из другого Нево. 1254 из рода Другого Элама. 320 из рода Харима. 345 из рода Иерихона. 721 из рода Лода, Хадида и Оно. 3930 из рода Сенаа. Священники. 973 из рода Едаи, из рода Иисуса. 1052 из рода Имера. 1247 из рода Пашхура. 1017 из рода Харима. Левиты. 74 из рода Иисуса и Кадмиэля, потомки Хадвы. Певцы. 148 человек из рода Ассафа. Превратники. Род Шалума, род Атера, род Талмона, род Акува, род Хатиты, род Шувая. Всего 138. Храмовые служители. Род Цихи, род Хасуфы, род Табуата, род Кероса, род Сии, род Фадона, род Ливаны, род Хагавы, род Шалмая, род Ханана, род Гидделя, род Гахара, род Реаи. Род Рецина, род Никады, род Газама, род Узы, род Пасеаха, род Бессая, род Меуним, род Нефишсим, род Бакбука, род Хакуфы, род Хархура, род Бацлита, род Мехиды, род Харши. Род Баркоса, род Сесеры, род Тамаха, род Нецеаха, род Хатифы. Потомки слуг Соломоновых. Род Сатая, род Саферета, род Шериды, род Ялы, род Даркона, род Гидделя, род Шифатьи, род Хаттиля, род Пакерета Циваимского, род Омона. Всего храмовых служителей и потомков слуг Соломоновых было 392. Пришли также люди из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Керува, Аддона и Эмера. Но они не смогли доказать, что их отеческие роды принадлежат к Израилю. 642 человека из рода Делаи, рода Теви и рода Никады. Среди священников род Хаваи, род Хаккоца и род Барзилая, потомки человека, взявшего в жены дочь Барзилая Гелацкого, откуда и родовое имя. Они искали записи о своем родословии, но безуспешно, а потому и были исключены из списка священников. Правитель запретил им вкушать жертвы, что относились к великим святыням, доколе не появится первосвященник, Суримом и Тумимом. Вся община составила 42 360 человек, не считая 7 337 слуг и служанок и еще 245 певцов и певиц. При них было 736 лошадей, 245 мулов, 435 верблюдов и 6720 ослов. Некоторые из старейшин жертвовали деньги на восстановительные работы. Сам правитель внес в сокровищницу тысячу золотых дариков, около 7,5 килограмм, 50 чаш и 530 священнических одеяний. А некоторые из старейшин внесли в сокровищницу на строительство 20 тысяч золотых дариков, около 170 килограммов, и 2200 мин серебра, около 1200 тонн. Остальной народ внес 20 тысяч золотых дариков, около 170 килограммов, 2000 мин серебра, около 1100 тонн, и 67 священнических одеяний. Священники, левиты, привратники и певцы, и те, кто был из простого народа, а также храмовые служители, весь Израиль поселились в своих городах. Глава восьмая Когда настал седьмой месяц, и израильтяне уже обосновались в своих городах, народ, все как один, собрался в Иерусалиме на площади перед водяными воротами. Книжника Эзру призвали принести свиток закона Моисеева, заповеданного Господом Израилю. И в первый день седьмого месяца священник Эзра вынес закон перед всем собранием, мужчинами и женщинами, всеми, кто способен понимать. На площади перед водяными воротами он читал его вслух с рассвета и до полудня, а мужчины, женщины и дети, способные понимать, внимали, слух всего народа был устремлен к закону. Книжник Эзра стоял на специально сделанном деревянном помосте, и по правую руку от него стояли Матитья, Шема, Аная, Урия, Хилкия и Моасия, а по левую Педая, Мишаэль, Малкия, Хашум, Хашбаддана, Захария и Мишулам. Стоя на своем возвышении, Эзра на глазах у всего народа развернул свиток, и едва он это сделал, весь народ встал. Эзра вознес хвалу Господу Богу Великому, и весь народ, воздев руки, ответил «Аминь, да будет так!» А потом все пали ниц на землю, поклоняясь Господу. Иисус, Бани, Шаровья, Ямин, Якуф, Шаббеттай, Хадия, Моасия, Келета, Азарья, Йозават, Ханан, Пелая, это левиты, разъясняли закон всем собравшимся, читали вслух свиток закона Божьего, давали пояснения и толкования, чтобы прочитанное было понято. Тогдашний правитель Неемия, священник и книжник Эзра и левиты, разъяснявшие закон народу, сказали всем собравшимся, «Свят сей день пред Господом, Богом нашим, не скорбите и не рыдайте!» А весь народ рыдал, слушая слова закона. Но Эзра велел им, «Идите, ешьте досыта и пейте всласть, делясь с теми, у кого ничего нет, ведь этот день свят у Господа, владыки нашего!» Не надо скорбеть, пусть радость присутствия Господня придаст вам сил! Успокаивали народ и левиты, «Тише, не плачьте, ведь этот день свят!» И весь народ отправился праздновать. Они ели и пили, и громко ликовали, делясь с другими, ибо они поняли слова, что им были сказаны. На другой день к книжнику Эзре собрались старейшины всех родов, священники и левиты, чтобы изучать слова закона. И они обнаружили, что в законе, заповеданном Господом через Моисея, написано, что во время праздника в седьмом месяце года израильтяне должны жить в кущах. По всем городам Иудеи и в Иерусалиме было объявлено и провозглашено «Идите на холмы и принесите оттуда ветви садовой и дикой маслины, ветви мирта и пальмы, ветви всяких лиственных деревьев, чтобы сделать кущи, как и написано в законе». Народ отправился за ветвями и сделал себе кущи на крышах и во дворах домов, и во дворе храма Божьего, и на площадях у водяных и ефремовых ворот. Вся община, вернувшихся из плена изгнанников, сделала кущи и жила в них. Такого израильтяне не делали со времен Иисуса Новина. И велика была их радость. И за дня в день читали они свиток закона Божия с первого и до последнего дня. Праздник продолжался семь дней, а на восьмой, как было предписано по закону, состоялось собрание. Псалтырь Псалом 27 Псалом Давида К тебе, Господи, взываю я. Скала моя, не отвернись же от меня в молчании. Если ты промолчишь, сошедшим в могилу, я уподоблюсь. Услышь мольбу мою, когда о помощи взываю я к тебе, когда руки к святилищу твоему простираю. Не отвергни меня с нечестивыми и злодеями. Мирно говорят они с ближними, но зло таят в сердце своем. Воздаем по делам их, по поступкам их злым, за сделанное руками их отплати им, да получат они по заслугам своим, ибо не обращают они внимания на дела Господни, на совершенное руками Его. Снесет он их, как старый дом, и никогда не восстановит. Слава Господу! Услышал он мольбу мою, когда взывал я о помощи. Господь, сила моя и щит мой, ему всем сердцем я доверяюсь, от него получаю я помощь, и от того ликует сердце мое. Поэтому в песнях хвалу ему воздаю. Господь, сила народа своего, спасение и защита помазанника его. Помоги же избранным своим, благослови их, как наследие свое. Будь пастырем их, на груди носи их вовеки. Послание к евреям Глава 5 Всякий первосвященник из людей на служение призываемый для людей и предстает перед Богом, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он должен уметь быть снисходительным и к тем, кто просто ничего не знает, и к тем, кто сбился с пути. Он ведь и сам не свободен от слабостей, а потому должен приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои. Никто сам не может занять такое почетное место, если не призван Богом, как в свое время Аарон был призван. Христос тоже не присвоил себе высокую честь быть первосвященником. Но получил ее от того, кто сказал ему, «Ты сын мой, а я отныне отец твой. Ты священник навеки по чину Мелхиседека». В последние дни пребывания своего на земле воплоти Иисус в слезах, стеная, принес спрашения и молитвы тому, кто мог бы спасти его от смерти. В благоговении своем он был услышан. Сын Божий Иисус научился тогда через страдания послушанию беспредельному. И так он был окончательно приготовлен к тому, чтобы стать источником вечного спасения для всех послушных ему. Потому и провозгласил его Бог первосвященником по чину Мелхиседека. Много еще мы могли бы сказать об этом, но иные вещи трудно объяснить вам теперь, потому что вы, оказывается, не готовы слушать. Вы должны были бы уже сами стать учителями сегодня, но вместо этого снова нуждаетесь в том, чтобы вас учили основам основ божественных откровений. Вы опять нуждаетесь в молоке, а не в твердой пище. Понятно, что всякий молоком питаемый неопытен в истине, он ведь младенец. А твердая пища, она для зрелых, для тех, в ком опытом развита способность отличать. доброе от злого.